Сегодня большой родительский десант высадился в новой Чебоксарской школе на улице строителей. Там прошла первая в наступившем году проверка качества школьного питания. Вместе с папами и мамами блюдо оценивала наш корреспондент Ирина Ромадова. Столовая первой школы каждый день принимает тысячу человек. Это учащиеся и педагоги. Сегодня посетителей было еще больше. Оценить работу поваров пришли представители городского родительского комитета. Молочные продукции мы проверяли сейчас. Здесь молоко используется. Сроки хранения всего 5 суток. Если мы видим в магазине, что там месяц, год может храниться, то здесь продукции используются в нашей Чебоксарской республике. Есть для каждого вида блюда отдельные холодильники. Это очень большой плюс. То есть в соответствии товарному соседству. Сроки и условия хранения продуктов здесь учитываются, отметили родители. Кухня и столовая оснащены современным оборудованием. В сентябре, когда учебное заведение только открылось, каждый родитель мог в течение месяца прийти на кухню и познакомиться с меню. Сейчас число таких визитов уменьшилось. Повара сумели войти в доверие. Если мы раньше встречались с тем, что это я не буду, это я не хочу, потому что я не люблю, то здесь такого нет. То есть на вкус каждого ребенка здесь что-то обязательно найдется. Правда, это больше касается старшеклассников, которые вправе выбирать блюда. Тех, кто помладше, кормят по специально разработанному 10-дневному меню. Сегодняшний обед родители тоже попробовали. Главное, сытно. Во-вторых, им это хватает, то есть порции хватает, я вижу, мне хватает. И в-третьих, что им нравится. Детям не всегда, и чаще всего, надо признаться, детям не нравится. Ну, это так. Вот спрашиваю, кому-то нравится вторник, потому что очень вкусный борщ. Кому-то нравится понедельник, потому что очень вкусная колбаса. Ее много. Она толстый кусок. Начальное звено обслуживает официанты у нас, накрывает приходу, а старшее звено уже сами. Например, любят борщ, щи любят, котлеты рыбные любят у нас очень дети. Обычно я выбираю макароны с курицей, а из супов солянку. А если нет ни того, ни другого? Я беру гречку и что-нибудь из мяса, например, котлету. Очень хочется, чтобы добавили фруктовый салат. Он был осенью, но сейчас его убрали. В связи с 10-дневным меню, по которому идет комплекс на обед, там, конечно, мы не можем носить очень сильные коррективы, незначительные только. Что же касается меню по выбору, там у нас больший размах. То есть можно ассортимент увеличивать, изменять. Пожелания мы учитываем, как и сегодня. Если прозвучало, что дети хотят фруктовый салат, я думаю, по выбору он обязательно появится уже с понедельника. Исследование качества школьного питания родительский комитет проводит каждый месяц. В прошлом году в чебоксарских школах прошло 150 проверок. Больше 20 из них совместно с работниками ветслужбы. За 2017 год у нас таких серьезных замечаний не было в ходе проверок. На начальном этапе, когда родительская общественность у нас включилась, в 2015-2016 году, да, были замечания, в частности, по весу некоторых блюд. Они были, соответственно, увеличены. Были некоторые замены по тем или иным блюдам. Сейчас горячим питанием обеспечены все чебоксарские школьники, отмечают в управлении образования. Предельную стоимость комплексных завтраков и обедов не повышали уже два года. Ирина Ромадова, Михаил Солин, Вести Чебоксары.